Рядом со мной Полищук Андрей. Андрей, добрый вечер. Добрый вечер. Андрей, расскажите, какая у вас сфера деятельности, чем вы занимаетесь, и что сегодня на мероприятии вы делали? Как партнер были? Что вы представляли? Да, сегодня мы презентовали совместный проект с одним чудеснейшим местом, которое находится в самом сердце Москвы, в двух минутах от Красной площади. Там находится картинная галерея Дрезден. И на втором этаже этого пространства с недавних пор мы запустили закрытый чайный клуб. А чайный клуб как называется? Чайный клуб никак не называется пока. То есть мы сохраняем пока общее название Дрезден, которое подразумевает и пространство, где выставляются художники, и чайную зону. А сегодня на мероприятии расскажите, вот тоже дегустация чая была? А какой чай? Потому что все в таком восторге были от него. Сегодня специально под фишку мероприятия, то что была сигарная вечеринка, мы подобрали чай, который являлся одним из любимых сортов Уинстона Черчилля. И Уинстон Черчилль был такой знаменитый ценитель и любитель сигар. И сегодня мы пили китайский чай, который называется Сяо Джун. По историческим сведениям, он его настолько любил, что даже в период Второй мировой войны, когда отношения между странами были сложными, ему через Японию в обход доставляли этот чай. И по сию пору этот чай доставляют с Китая напрямую в королевской семье в Англии. А вы мне еще рассказывали историю, что там на этот чай, он что-то там обменял, и что это было? А, да, есть такая история о том, что когда ему сообщили, что в период Второй мировой войны стало сложно доставлять этот чай туда, в Англию, он спросил, есть ли у нас пленные японцы. Ему сказали, есть, и по этой версии они обменяли энное количество людей, по-моему, 10 человек на 10 мешков этого чая. То есть такой ценный чай. Ну, он являлся его ценителем, любителем, он в целом очень интересный, он по классификации, он из раздела красных чаев, слегка подкопченный при производстве, поэтому он такой мягкотонизирующий и приятный на вкус. Да, очень вкусный чай, потому что я тоже попробовала, очень вкусно. Андрей, а кто вас пригласил на данные мероприятия? Лично знакомы вы с Юлей, и как вам сегодняшняя атмосфера? На мероприятие мы попали через Юлю, это уже не первое наше посещение мероприятий, которые они организуют. В целом сегодня атмосфера была хорошей, позитивной, много знакомств, много новых контактов, много интересных людей, с кем познакомились, пообщались, обменялись контактами, поэтому я очень рад сегодняшним вечером. Как вам выступление двойника Элвиса Пресли? Вы знаете, я смог его оценить только в момент, когда с ним все фотографировались, потому что в момент, когда он выступал, мы были здесь на крыше, и я не слышал, к сожалению. Но в целом, как образ и типаж весьма интересно. А как вы считаете, чем предпринимателям помогают такие мероприятия, вот членам клуба, чем это все полезно? Ну, в любом случае, человеку, который занимается какой бы то ни было деятельностью, ему периодически полезно и важно находиться в кругу единомышленников, людей, у которых сфера жизненных интересов та же самая, да? Для того, чтобы обмениваться опытом, возможно, из диалога почерпнуть что-то новое, узнать что-то новое, познакомиться с новыми людьми. То есть, в целом, это такое, как бы, мне кажется, одна из точек роста для людей, которые хотят развития в своем деле. Потому что люди же бывают разных типов. Есть те, кто, выходя на определенный уровень, остаются уже на нем, и не особо прилагая усилия, чтобы двигаться дальше. А есть те, кто, как бы, неустанно год за годом старается развивать масштаб. И вот как раз, наверное, посещение подобных мероприятий – это один из сопутствующих таких факторов, который помогает в этом. Андрей, какие пожелания у вас гостям и всем тем, кто сегодня здесь присутствует? Всем гостям я желаю доброго здоровья, бодрого расположения духа. Приглашаю всех в наше чудесное пространство. Это картинная галерея «Дрезден», в которой находится уникальная чайная, в двух минутах от Красной площади. Ждем. Рады видеть всех. Все. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...